Депрессия вот одна из основных причин детских суицидов в Казахстане. Как показал опрос, среди старшеклассников, склонных к самоубийству, 90% страдают психическим расстройством. Главный фактор глубокой печали зачастую связан с разводом родителей и скандалами в семье. В Казахстане, как и в мире, растет число людей с депрессией и тревожностью. В Казахстане, в частности, растет число суицидов с каждым годом. Основной причиной депрессии, по мнению большинства, считается неисправный мозг, и основным методом лечения до сих пор остаются антидепрессанты. Йохан Харри, журналист и писатель, в своей книге «Потерянные связи» оспаривает это устоявшееся мнение о неисправном мозге и в эффективности антидепрессантов в долгосрочной перспективе. Йохан сам, страдая депрессией многие годы и принимая антидепрессанты, начал задаваться вопросами. Почему у меня до сих пор депрессия, если я лечусь и принимаю антидепрессанты? Почему с каждым годом растет число людей с депрессией и тревожностью, ведь медицина и технология становятся лучше и лучше? Может ли быть другая причина депрессии и тревожности? Причины, не связанные с биологией и генами? Ища ответы на эти вопросы и разговаривая с учеными по всему миру, он открывает для себя неожиданные факты. Причины депрессии кроются вовсе не в мозге отдельного человека, а кроются в жизни самих людей. Йохан определяет 9 основных причин депрессии и тревожности. Что происходит, когда ты чувствуешь себя одиноким и отрезанным от мира вокруг тебя? Как одиночество влияет на мозг и здоровье человека? С первых секунд нашей жизни мы не одиноки. В утробе мы связаны с матерью через пуповину. Рождаясь, первое, что мы видим, это лицо и улыбка матери. Становясь старше, мы в окружении наших родителей, братьев и сестер, наших близких. С приходом глобализации к нам пришел и западный взгляд на мир, индивидуализм. Нас учат заботиться только о себе. Никто тебе не поможет, кроме тебя, говорят нам. Чувство того, что мы живем в коммуне, в сообществе, и даже чувство того, что у нас есть друзья, которые помогут нам в час кризиса, резко идут вниз. И даже в семье мы стали меньше делать вещи вместе. Мы стали даже меньше кушать и собираться за столом. Мы все начали делать меньше со своими семьями. Исследования одиночества показывают, что чувство одиночества по степени негативного влияния на организм сравним с физическим ударом в лицо. Одинокие и изолированные люди в три раза чаще заболевают. Почти все болезни становятся фатальными, когда ты одинок. Интернет не может заменить нам настоящие человеческие отношения. То, что нам нужно, так это быть рядом и общаться с другим человеком. Видеть и слышать его, чувствовать его запах и иметь возможность потрогать его. Точно так же, как фастфуд и неправильное питание портят наше здоровье, так же и неправильные ценности или junk values портят нашу жизнь. Наша система ценностей дает нам мотивацию просыпаться и заставляет нас вставать с кровати. Наши ценности определяют, на что мы тратим наше время и силы. Есть две категории ценностей в жизни людей. Интринзик, так называемые внутренние ценности. Это вещи и дела, которые важны сами по себе. Это семья, друзья, дружба и так далее. Второе, это экстринзик values, то есть материалистические ценности. Вещи, которые приносят материальную выгоду. Наша жизнь становится все больше материалистичной. Мы хотим миллионы, мы хотим брендовые вещи и миллионную недвижимость. Но делает ли нас счастливыми на самом деле достижение таких материальных ценностей? Как оказалось, нет. Согласно исследованиям, у таких людей не наблюдалось роста в уровне общего ежедневного счастья. Наоборот, люди, достигшие своих внутренних целей, становились намного счастливее и менее депрессивными. Когда у тебя чрезмерно материалистичный взгляд на жизнь, ты постоянно переживаешь о том, как ты выглядишь в глазах других людей. В 1978 году два канадских социолога провели эксперимент. Они собрали кучку 4-х и 5-летних детишек и разделили на две группы. В одной группе они не показывали рекламу, а в второй группе они показали рекламу игрушки. Потом детям сказали выбрать. Вы можете выбирать с кем играть? С хорошим и добрым ребенком, но у него нету игрушки. Или ребенка с игрушкой, но мы должны предупредить, он вредный и нехороший ребенок. Дети, которые видели рекламу, выбирали вредного ребенка с игрушкой, а те, которые не видели, выбирали хорошего ребенка без игрушки. Реклама повлияла на решение этих детей выбрать плохие отношения ради игрушки. Чем больше денег тратится на рекламу, тем больше, тем более материалистичными становятся наши подростки. Реклама стала своего рода ментальным мусором в нашем KFC и McDonald's. Спросите себя, тратим ли мы достаточно времени на наши внутренние ценности? Проводим ли мы время с людьми, которые ценят и любят меня не ради статуса или привилегий? В 90-х годах 20 века число суицидов среди канадских индейцев резко возросло. Но что было удивительно, среди всех племен, у половины племен не было суицидов. С чем это было связано? Как оказалось, разница между этими племенами была в уровне контроля, который эти племена имели над своей жизнью, над своей судьбой. Племена, в которых не было суицида, имели автономию. Они сами издавали законы, решали, чему обучать своих детей. Племена, в которых уровень суицида был очень высок, были полностью под контролем государства. Абсолютно никакого контроля над своей судьбой. Когда нет контроля над своей жизнью и судьбой, трудно представить картину своего светлого будущего. Теряется полностью надежда на будущее и представление о стабильности. Именно эта депрессия, потеря надежды на светлое будущее, является причиной высокого уровня самоубийств среди канадских индейцев. Среди причин, вызывающих депрессию, также есть работа, которая не удовлетворяет, потеря статуса в обществе, детская травма, потеря связи с природой. В дальнейших главах Йохан приводит примеры того, как отдельные личности, доктора и ученые пытаются справиться с депрессией, вызванными этими причинами. Пытаются воссоединить людей друг с другом, с их ценностями, с природой. Пытаются помочь им найти смысл в жизни. Перестать пытаться выделиться из толпы, а стать частью чего-то большего, ценного, значимого. Как говорит сам автор, депрессия является сигналом того, что у нас проблемы не с мозгом, а проблемы в обществе, с нашими системами ценностей. И то, что нужны решения как на уровне каждого человека, так и на уровне государства, так и на глобальном уровне.